Наша тема «Эмоциональные полюса в личности и в паре». Речь пойдет о том, что, в принципе, каждый из нас, немножко наблюдая за собой, он замечал, что есть верхний полюс, скажем так, хорошего, радостного состояния, в плюс позитива, до которого мы можем подняться. И есть и нижний полюс негативных состояний, в которые мы можем опуститься. И, в принципе, первая мысль, которую я вам предлагаю для обсуждения, что у каждого это индивидуально. Что не каждый взлетает так высоко, как другой, и опускается так низко на негативе, как кто-то тоже другой. И вот эта полюсность, расстояние между полюсами, у кого-то очень большое, а у кого-то поменьше. То есть, кто-то колеблется вот так, а кто-то колеблется в очень большой амплитуде. И это очень важно понимать, потому что эти индивидуальные отличия часто в паре создают проблемы. То есть, кто-то, мужчина или женщина, с такой амплитудой, а кто-то с такой амплитудой. Что может показаться у того, у кого большая амплитуда? Оказаться, что тот, у кого маленькая, как бы не сильно переживает, не так сильно пороймается тема, из-за чего переживает другой. Он какой-то бездушный, равнодушный, толстокожий и так далее. Хотя, если то, что я вам предлагаю в качестве взгляда своему, у него так устроено, у него просто не раздвигаются, или не сдвигаются наоборот. Потому что тот, у кого небольшая амплитуда, тоже может сидеть и думать, блин, вот истеричка, то-туды, то-сюды, что это такое? Ну и так далее. В том путь до употребления именно такого выражения. Хотя, опять же, не могут понять, что, в принципе, это вот так устроено. То есть, у человека широкие, большие, просто их надо учитывать, что может такая амплитуда. Второй момент в этом очень важный, что, тут как бы, да, жаль, что флипчат вынес, что, условно говоря, если вот построить такую, как бы, схемку, вот эмоции положительные, да, вот эмоции отрицательные, а между ними некий такой, средний, да, ноль, ну, нейтральное состояние, то вот эта вот амплитуда, да, на которой мы говорим, она может быть сдвинута вверх, и кто-то может летать, условно говоря, от очень хорошего до спокойного состояния, да, не опускаясь куда-то туда сильно, или там, ну, на несколько единиц вниз, сильно вниз не опускается, да, то есть, а кто-то может, условно говоря, летать чуть-чуть хорошо до полного, капец, да, то есть, вот эта шкала, она тоже индивидуально может быть сдвинута. Если мы знаем о своей вот этой шкале, в принципе, интересно тоже, а от вас потом будет услышать, да, вот если вы идею поняли, то свою шкалу локата, можете прямо сейчас, ну, в скидочку понять, да, от чего, куда она летает и какая она есть, то я думаю, что для управления самим собой, ну, всегда, в любых случаях, и в этом случае, важно знать, вот, как я функционирую, да, то есть, эмоционально, вот, это энергия эмоций, да, то есть, куда, как энергия летает, да, то есть, от какого до какого значения. И, в принципе, тогда, когда ты себя знаешь, ты можешь, как бы, прогнозировать свое проведение и управлять этим. И таким образом, в принципе, построить, например, такую связку, да. Если я знаю, что мне кидают из крайности в крайность, ну, например, по схеме, я без него жить не могу, но я бы его убила, да, то можно, можно, по крайней мере, в поведении, да, до каких-то точек не доходить. Ну, как минимум до точки я бы его убила, да, то есть, реализация. Потому что есть у нас в опыте, да, такой консультирник, который говорит, я пришла в себя, когда уже с молотком над головой стою, да, то есть, вот это, конечно. Ну, это так, для травматизации интересно. Ну, действительно, наверное, так бывает, но, слава Богу, люди быстро разошлись, души от последствий. Кстати, одно из решений, да, то есть, если уж так сильно туда несет, то лучше разойтись, потому что по одному тюрьма, другому могила, да, не веселый, эти самые. То есть, лучше уж без него, да, чем так с ним, да. И если человек знает, даже если его носят, он может немножко не делать свое поведение таким полярным, да, то есть, понимать, сейчас меня в одно состояние происходит. Потом же меня же, да, я же знаю себя, может бросить в другое, да, и тут еще есть один момент, оно как бы в тему не вынесено, мне кажется, очень-очень рядышком лежит с этой темой. Я его так называю герметичность наших эмоциональных состояний. Сейчас объясню. Герметичность – это плотно закрытое, непроницаемое, да. И я по себе это заметил, идея исходит из, собственно, моей эмоциональной жизни, а потом, сейчас вот кивками или потом в обсуждении вот скажете, да, у вас есть такое или нет, да. То есть, когда сильно на кого-то разозлил, да, то, в общем, он кажется прямо, ну, веща для маны. Вот такой вот, прямо ходишь и как льмет тебя прямо это самое. Но, в принципе, я же как бы, да, обучаясь психологии и проходя там все эти стадии, я же как бы приучен как бы самонаблюдеть. Я-то помню какую-то часть вот своей головы, что было время как, ну, и совсем недавно, да, когда там, я души не чаял в этом человеке, да, и вот я сам себе начал, когда вспомнил это, думаю, блин, а почему так? Почему я в этот момент не могу почувствовать так, как будто его нет? И вот у меня и возникла такая метафора какого-то герметического такого шара, я не знаю, ну, ничего, да, я в нем нахожусь и оттуда то, что я, по-моему, чувствовал очень большую, да, любовь, скажем, к этому человеку, как бы ее нет. Ну, а потом мне, может быть, какой-то на этой идее мысль пришла в мою голову, потом я же проверил на следующий стадий. И когда, как бы, все разрешилось, да, и в состоянии, когда мне так хорошо с этим человеком, я сидел и думаю, а шо это было, да, ну шо за фигня, как оно вообще, и в того состоянии, а тоже герметично, вообще не приходит в голову, как вообще могло такое происходить. Ну, как будто, как будто есть манья, навиемая, да, то есть, и вот, в принципе, зная, что если полюса очень большие, то мне так кажется, это мое предположение, что герметичность увеличивается. То есть, если нас бросает из крайности в крайность, то на этих полюсах герметичность максимальная. И мы не можем представить, да, что этого человека, да, либо ненавидели, там, буквально, там, день тому назад, либо любили, ну, а сейчас, как-то, не можем даже прям обидеть его, понимаете, о чем я, да, то есть, учитывая вот это второе знание, зная свою шкалу, в принципе, можно опять же говорить, стол, стол, тебя сейчас несет, ты не совсем в себе, у тебя, потому что высокое энергетическое, эмоциональное состояние, они чаще всего, ну, как бы, выключают наш мозг, мы плохо соображаем, когда мы под сильными эмоциями, они, очевидно, имеют какую-то такую квазинаркотическую природу, да, то есть, они, как бы, затуманивают наш мозг, как и положительные, так и отрицательные эмоции, мозги отключаются, да, до свидания, я ушел, и все. Ну, и, как раз, именно в это время, мы можем каких-то глупостей наворочить, да, то есть, в принципе, зная о герметичности, об этом, потере некой рассудительности в этот момент, лучше каких-то ключевых моментов, какие-то судьбоносные решения не принимать, да, потому что, в принципе, это как вот с этим ревербером, да, там, русская рулетка, бог его знает, но, может, повезет, да, может, все будет нормально, но не факт, да, то есть, лучше все будет, когда где-то ближе к середине, вот это нейтральное, это когда мозг как раз, вот, спокойно может действовать, и там принимать решение. Следовательно, в Пуале, да, каждому нужно это учитывать, и когда понесло, мы же, а тут тоже есть интересная особенность. Самое странное, что мы начинаем решать, что будет между нами, не натрезвую голову, да, а опьяненные эмоции. То есть, обычно, да, вот, когда уже там взорвалось, понеслось, и мы, как бы, вот, начинаем. Ну, естественно, оба в таком состоянии, выдают на гора такое, да, что, в принципе, потом, не знаю, как убрать это все, да, остальвение, обид, злых слов, неприятных вещей сказано, что, в принципе, уже думаешь, все, что за чудовище, если грубо пало, да, то есть, что это было. Но, опять же, я, эту мысль, я уже, кто-то так давно в наших студиях был, я уже подчеркивал еще, еще раз подчеркнуть, что, когда мы не в себе, я не сама, не слоя, да, сам не слоя, остапа понесло, да, это не есть я, это какая-то модификация, не самая умная, не самая хорошая, да, понял? Поэтому нужно об этом помнить, да, и хотя бы, а потому что, ну, реально происходит часто в паре конфликтных ситуациях, вот же он, она какой, да, какая, вот настоящая версия, а то все прикидывалось, да? Да! Да! Вот выкрыли, конечно, как разкрыли, да? Да, такое разоблачение произошло. Ну, если все-таки рассудительно подойти к этому, да нет же, человек просто был вне себя, и он чудил, он как бы вот устраивал какой-то. Конечно, нам всем бы хотелось, и ради этого, в принципе, сегодняшнего, да, вообще, да, чтобы мы были, ну, стрессоустойчивы, да, чтобы нас, ну, как бы, мозг не покидал в момент наплыва эмоций, но это весьма сложно. Нужно, как бы, это учитывать, да, что нас туда может сносить, и потом, когда уже все-таки мы успокоились, как бы вот немножко, ну, как оценивая высказанную в пылу конфликта, ну, там, поделить на два или на сколько там, да, вот, зная друг друга. Ну, и если говорить об общем взаимном взаимодействии двоих как пары, да, то есть мы же пары можем рассматривать как просто взаимодействие двух единиц, ну, каждую индивидуальность, да, но все-таки мы в каком-то смысле превращаемся в некое симбиотическое существо, ну, как вот индусы рисуют, да, это четыре руки и четыре ноги, богов таких, да, вот, андрогин, это еще в греческой философии называется, и вот, в принципе, мы действительно в какой-то мере и в самой паре имеем верхний потолок, нижний потолок и некую, да, вокруг чего мы колебаемся, да, то есть от хорошего до совсем плохого или от хорошего до очень хорошего, это тоже может быть, да, то есть мы как бы, насколько мы вместе можем двигаться в этой шкале и сколько совокупно нам доступно единиц. Конечно, в принципе, вот я вот последний вариант сказал, от хорошего, да, очень хорошего, да, лучше, но не всегда получается, к сожалению. Еще, откуда эта национальная шкала возникла, что за ерунда, да, то есть, и как бы, вот почему они индивидуальны, там есть две причины, одна, это врожденное, это вот то, что нам природа дала, у нас у разного природа дает разную, как бы, такую... Нервную систему. Энергетику, нервную систему, подвижность ее, возбудимость, способность к торможению, ну, это то, что, в принципе, если вы помните, то есть это связано с темпераментами, да, то есть холерик, флегматик. Кстати, знаете, каждый, кто по темпераменту определяли уже? Да. Это важно понимать. И тут дело... Холерик, холерик. Тебе не надо. Я думаю, Ивана, между сангвийником и холериком, да. Холерик. Холерический сангвийник. Да, ну вот Маша холерик. И вот дело в том, что это врожденное. Мы с этим ничего не сделаем, да. То есть это нужно понимать, ну, так. Природа затрагонировала. В этом есть большой глубинный смысл. И как бы мы все нужны разному. То есть для всей стаи, для общего проживания. Мы раньше, когда биологически, мы жили только стаями. И там каждому нужен кто-то для такой цели, кто-то для какой цели. Какой-то мурашки, да, какие-то там рабочие, какие-то... Ну, посложнее система. Ну, в принципе, тоже. Ну, то есть мы по-разному врождем. И врожденное не поменять, это надо самому смириться. Не надо там, да, считать, что вот... Вот хорошо бы, чтобы я была спокойной. Если у тебя в природе, то оно хометически тебя... Ну, вот... Да. И, в принципе, партнер тоже, да. Ну, если ты с коллегом живешь, ну... Ну... Смотри на позитивные стороны этого явления. Смотри на позитивные. Да. Ну, а если там с фрагматиком... Ну, шо уж... Медленно, но уверенно дойдет до своей цели, да. То есть... Зато, как бы, не мечется никуда. И... Синформировалась личность, были психологические травмы, деформации. Потому что, если ты живешь в какой-то эгоранном окружении, то ты там его подстраиваешься, да. Ну, то есть, давайте так... Если ребенок вырос в детдоме, то, понятное дело, да, он имеет определенный, сильный, да, подпечаток на его душе. И это вот... Ну, и с деструктивными родителями, в постоянных пьянках, или что-то еще. Хотя... Это я взял вот такую негативную сторону. Хотя, опять же, если ребенок вырос уж очень, мы знаем, паньковый, да, то есть, очень, как бы, его баловали, то дефамация не меньше, в другую сторону. Но вред от него, кстати, тоже не меньше, да. То есть, это... Я когда-то тоже пришел к выводу, что, в принципе, для терапии, когда человек хочет исправить, вот сам хочет исправить, то, как вот, ни странно, негативная вот эта вот деформация, когда жесткое будет давление, легче исправить, чем позитивное, да, потому что от этих вещей, типа, нравится, а мне так удобно, да, это комфортно, да, ничего нет. Ну, в общем, мотивации недостаточно. Нужно кто-то, чтобы сверху ходил, давай, меняйся, неожиданно, забавало, и так далее. Внутренней мотивации мало тогда, в таком случае. И приобретенное, приобретенное, да, оно может терапевтироваться, меняться самим человеком, да, ну, так как это сделать весьма сложно, то может терапевтироваться и где-то увеличиться или уменьшиться, да, то есть вот такой момент. При терапии, при терапии, да, нужно учитывать, наверное, тогда, как бы, партнерские обстоятельства, да, потому что, если мы имеем два, у которых один холерик сильный, а другой флегматик, он понимает, что один другого притормаживает. Если мы, условно говоря, очень сильный такой, небольшой диапазон человека расширим, и его начнут носить, как бы они не побили друг друга, да, то есть в разных фазах, да, то есть или вот в фазе, да, когда агрессивное состояние, ну, так, чтобы было спокойно. То есть это тоже крайне осторожно, но там просто система из двух элементов уже, это настолько сложная, что надо внимательно смотреть. Ну, если человек под влиянием обстоятельств, да, он, так, стал, условно, сухарем, да, то есть он такой сдержан вообще, а вообще-то от природы он мог бы быть с большим диапазоном. И если мы ему этот больший диапазон ширим, да, но как для личности это больше, а для пары может быть неожиданное следствие, да. Были такие случаи. Да. Были такие случаи, когда сделайте его другим. Машина. Пожалуйста, да. И приходит, говорит, а мы чуть не убили друг друга, да. Ага. Надо было, значит, ему расширять, а тебя сужать, да, то есть или наоборот. Ну, в общем, это должно быть согласовано. Ну, вот нужно понимать, что, в принципе, это еще один такой момент, который, в широком смысле, что все-таки, если идет какая-то личностная работа, желательно, чтобы она проводилась двумя, потому что если один развивается, то желательно, чтобы развивался другой, потому что неизвестно, может, куда вылезти развитие одного. У него, как бы, были какие-то сложности, он с ними решил, а теперь они друг с другом не сильно совпадают, да, и вот, оказывается, другому уже с этим, как бы, очень сложно. То есть, пока она была склонна терпеть, да, а он бы, как бы, да, такой, сиди женщина, я, это самое, хозяин горы, да, то, как бы, вот, вроде бы и совпадают, да, то есть она терпит, вот, хозяин, да, а когда она как-то нашла в себе силу и освободилась, ну, не, не хозяин, ну, тут теперь его начинают рвать, да, потому что, интересно, может рвать в противоположную сторону, может рвать к тому, что он с хозяином превратится в ничтожество какого-то, да, там, прямо славится совершенно, прямо, саму яму тоже интересно. И, учитывая вот такие вот особенности, я думаю, понимая их, да, развивая, например, размышления в этом направлении, мы можем лучше управлять собой, лучше выстраивать отношения с окружающими, и одна из первых таких задач, надеюсь, она, да, будет простимулирована сегодняшним нашим общением, как сейчас со мной, так потом совместно, да, то есть, что вы начнете сами определять, какой у вас диапазон, да, то есть, условно, как бы шкалу в верхний и нижний полюс, где она стоит в этой общей такой системе координат нуля, это такое спокойное, равновесное состояние, и без страстей, да, и, в принципе, остальные, кто близкие люди, с кем они чаще всего общаются. Спасибо.